На данный момент, в принципе, мы подходим в довольно-таки неплохой физической форме. Состав укомплектован практически полностью, да, те позиции, которые нас волновали, мы провели хорошую селекцию. Поэтому я думаю, что, я уверен даже, что в первой игре мы подходим в довольно-таки неплохом тонусе. Вот, и игры с Кюбсом показали, где у нас слабые стороны, над чем надо еще работать. Вот, естественно, в чемпионате какие-то корректировки еще небольшие будут, но, в принципе, мы уже определились и по составу, и по модели, и по структуре, да, по всему, по всем компонентам практически определенность уже есть. На данный момент не в оптимальной физической форме, потому что скомканная была подготовка, но для того, чтобы выдерживать нагрузку, именно игровую, что футболисты подходят в хорошем физическом состоянии. Не в отличном пока еще, но, так скажем, в хороших кондициях. Да, для нас, конечно, это был очень неприятный момент, но это футбол, мы должны быть готовы к любым ситуациям. Вот, также и Саша Крапетян первые игры будет, так скажем, не сможет нам помочь. Поэтому я считаю, что какие-то планы у нас уже есть, мы над этим думали. Вот, надо будет сейчас просто определиться по оптимальному сочетанию уже непосредственно к первой игре. У нас есть еще время для того, чтобы проанализировать, смотреть и определиться. Ну, опять же, вектор поменялся. Многие игроки, которые завоевали в том году серебряные медали, они остались в команде. Костяк остался, и это главное. А молодые игроки потихонечку будут как раз расти, будут адаптироваться. И, естественно, мы, так как сезон длинный, мы всем предоставим шанс. У кого-то будет чуть больше времени, у кого-то меньше. Какие-то, не дай бог, травмы, дисквалификации, плохая физическая форма. Все это влияет. Поэтому, в любом случае, игроки молодые будут получать игровое время. Пока, честно скажу, никого бы не хотел выделять, потому что непонятно, на каком уровне и как это будет все выглядеть именно здесь. Есть хорошие игроки, есть на кого мы рассчитываем, но как они проявят себя в сезоне, я думаю, нужно будет говорить об этом только зимой. Даже не после первой и второй игры. Нужна стабильность, а у молодых игроков это самое важное качество, которое, так скажем, отсутствует. В любом случае у нас стоит задача, мы не списываем себя со счетов на, так скажем, на титул, потому что, как обычно бывает, два сильных гранда между собой борются, теряют очки, а есть команды, которые потихонечку этими ошибками пользуются. Нам главное брать очки в своих играх, с прямыми конкурентами также, то же самое, так скажем, не терять очки. И с командами, которые чуть ниже нас, нужно максимально добиваться положительного результата. Поэтому, в любом случае, у нас задача, то, что мы омолаживаемся, это понятно, но с нас задачи никто не снимал, мы также будем бороться за первое место и также планируем, по крайней мере, минимум, попасть в Еврокубки. Это задача минимум. Первый тур у нас сразу испытание, потому что Арарат очень хорошая, серьезная команда, тем более она сейчас выступает в Еврокубках, они находятся в довольно-таки неплохой физической форме и эмоционально. По Алашкерту это предыдущий, ну, это чемпион предыдущего сезона, поэтому здесь команда, естественно, фаворит этого розыгрыша. Опять же, они сейчас играют, у них будут игры. Для нас лучше, чтобы игру не переносили, наверное, потому что нам нужно все равно играть, нам эти паузы не нужны. Поэтому хорошее испытание, и как раз мы посмотрим, так скажем, в какой физической форме, в каком эмоциональном состоянии мы подходим. Болельщиков мы только ждем на трибунах, и та поддержка, которая была оказана нам в домашней игре с финнами, она помогла нам выиграть. Поэтому любая поддержка, да, и эмоциональная, и, так скажем, на стадионе, мы все равно это чувствуем. Мы играем ради болельщиков, и в любом случае это будет искренне, это будет больше, так скажем, атакующий футбол тот, который хотят зрители видеть. Потому что мы понимаем прекрасно, что они утрируют, там, неделю работают, они приходят, они хотят как поддержать свою команду, так увидеть красивый футбол, так, естественно, насладиться победой. И мы будем для этого все делать, чтобы как можно больше привлекать зрительской аудитории болельщиков, как на стадионы, так и в соцсетях, да везде.